Бесконечная история стала самым дорогим в производстве фильмом Германии на момент ее съемок. Взлетела ли карьера юных актеров после премьеры? Почему американцы изменили главную музыкальную тему? И чем гордится Стивен Спилберг, выставив однажды это на показ всем в своем главном офисе? Немцы всегда славились своими качественными постановками сказочных фильмов. Еще со времен ленты Мюнхгаузен кинематографисты зарекомендовали себя как отличнейшие выдумщики и технические специалисты, готовые ради результата на экране вложить бешеные деньги и привлечь только самых лучших специалистов. Ну а кинопленка Агфа, на ней сам Бог велел снимать все самое лучшее. Не зря в конце войны наши войска захватили достаточное количество этой трофейной пленки. На ней наши элитарные режиссеры какое-то время снимали только свои лучшие фильмы. Работали немецкие кинематографисты с самобытным материалом. Гениальных сказочников было на немецкой земле во все времена достаточно много. Бесконечная история – это широко известное произведение для детей популярного немецкого писателя Михаэля Энде. В повести писателю удалось создать пестрый мир под названием фантазия, который населяют волшебные существа. Было очень странно, что автор оказался весьма недоволен получившимся фильмом и даже отказался указать свое имя во вступительных титрах. Вообще, автор оказался на редкость психованным сукиным сыном. К тому же втайне он надеялся, что режиссером экранизации станет Анджей Вайда или на худой конец Акира Курасава. Знал бы он, неблагодарный, каким тяжелым оказался фильм в производстве. На первый взгляд – реализация простенького материала. Но тут же встали перед целой горой проблем. Мучение по запуску в производство длилось аж три года. Проект сменил режиссера и у руля должен был быть человек, который кропотливо разберется в деталях и все сделает на самом высшем уровне. Вот тут и пригодился Вольфганг Петерсон. К тому же все уже знали, какую грандиозную работу он провернул на фильме «Лодка». Работа предстояла жаркая, как и лето, которое выдалось на момент съемок. Оно было самым жарким за последнюю четверть века. И режиссер однажды свалил в США. Но не спасаться от жары, а на премию «Оскар». Его фильм «Лодка» номинировали аж по шести номинациям. Не обошлось на производстве детской сказки без взрослых проблем. Исполнитель одной из главных ролей, Ноа Хэтуэй, во время съемок чуть не потерял глаз. Его мог раздавить муляж здоровенного волка. Он едва не утонул в искусственном болоте и вообще мог выглядеть на экране с зеленой кожей. Раз заговорили о болоте, долгое время среди фанатов фильма ходили слухи, что на съемках лошадь утонула в топях по-настоящему. Но на самом деле ее отдали мальчугану. Однако родители прикинули, сколько из гонорара придется выложить за перевозку лошади в США и отказались от этой идеи. Словно компенсируя свои неудачи на съемочной площадке, парень вдоволь накатался на драконе удачи Фалькоре, который на съемках представлял собой моторизованное существо с пластиковыми чешуйками и розовым мехом из перьев. Из молодых актеров, снявшихся в фильме, никто толком после бесконечной истории ничего не достиг в этой профессии. И, собственно, интереса в плане актерства особого не представляют. Что у них в копилке ролей? Кокон, первая и вторая части. Фильм ужасов, тролль, студия Empire Pictures. Ну вот и все. Пожалуй, только коротышка Дип Рой продолжил свою карьеру, играя специфические роли из-за своей внешности. Для любителей спрятанных камео, вот вам спойлер. Вольфганг Петерсен, режиссер картины, сыграл здесь крохотную роль эпизод. Перед тем, как главный герой, спасаясь от хулиганов, вбегает в книжный магазин, он сталкивается с двумя мужчинами. Один из них роняет бутылку, которая разбивается о тротуар. Этот парень и есть режиссер Вольфганг Петерсен. Для фильма специалисты по эффектам сделали просто невероятное количество кукол, масок, аниматроники и прочей фигни. Из латекса, дорожной пыли, пластилина, проволоки и фантазии. Кинофильму достоили своим участием самые лучшие на тот момент мастера спецэффектов, работавшие на лентах. Восставший из Ада, Чужой, Кинг-Конг, Супермен, Нечто, Калейдоскоп, Ужасов. Визуальными эффектами также занималась компания Джорджа Лукаса. Список впечатляет, но еще бы, ведь с самого начала титров нам показывают просто нереальное светопредставление, когда небо застилают тучи самых причудливых форм. Что-то подобное вытворяли в ленте Flash Gordon. На деле это лишь разноцветное масло, выливаемое в аквариумы, наполненные солевым раствором. Магия кино, только никому не рассказывайте. Для того, чтобы в картине были красивые и удивительные места, киноленту снимали в разных частях света. В Канаде, в Испании, в Германии. Но ни одного кадра не было снято в США, хотя по фильму складывается ощущение, что действие происходит именно там. Очень многое сняли в немецких павильонах Бавария фильм, в том числе захватывающие дух сцены полета на драконе в Фалькоре. Все сняли на синем экране, аналог теперешней зеленки. Кстати, синий экран на тот момент был самым большим в мире. Ну и на постпродакшене уже туда добавили завораживающие полеты над озерами, горами, лесами, полями и, конечно, в облаках. На протяжении всего фильма звучит просто нереальная, пробирающая до дрожи музыка Клауса Доу Дингера. Композитор написал полный саундтрек к картине. И в немецкой версии фильма нет знаменитой заглавной песни в исполнении Ли Маля. Американские продюсеры посчитали музыку слишком мрачной и оркестровой. В то время в трендах царил его величество синтезатор. И богом танцполов был Джорджио Мородер, который и написал часть музыки для американского проката, включая и заглавную песню. История схожа с лентой Ридли Скотта «Легенда», когда оркестровую музыку заменили на синтезаторы «Tangerine Dream». В случае с «Бесконечной историей» это было не зря. После того, как фильм вышел в США, песня почти сразу стала супер-хитом в Европе и визитной карточкой фильма. Даже спустя годы на ней и на кинокартине здорово хайпят. В премьерные дни только в Германии фильм посмотрели почти 5 миллионов немцев. Что стало тогда самым настоящим рекордом. Мировой прокат принес 100 миллионов долларов при бюджете около 25 миллионов. И как говорят, если бы ленту не адаптировали под американских зрителей, то она, вероятно, не получила бы за океаном ничего. Свой вклад в это дело внес сам Стивен Спилберг. Он выступил консультантом по монтажу американской версии фильма. После выхода картины на экраны он просто влюбился в эту историю и, использовав свои связи, стал обладателем оригинального амулета «Аурин» из фильма. Сейчас он, возможно, до сих пор хранится в его офисе, заключенный в стеклянный футляр. Кассовые сборы и успех у зрителей. Все это, конечно, прекрасно. Как обычно, до нас все доходило, как до жирафа. Лишь спустя два года в Министерстве культуры фильм одобрили к показу в СССР. Немного порезали и отдали на растерзание актерам дубляжа на киностудию Горького. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Советские дети увидели американскую версию фильма с песенкой Лемаля и музыкой Джорджио Мородера. Узнали, кто такой Фольккор и побежали в библиотеке в поисках волшебной повести Михаэля Энде «Бесконечная история».